Эй, это Рэп Вэйф Лига, Дон Флоп! Справа от меня Тайна Дзефирент! Слева Райку! И начинает первый Тайна Дзефирент! Вот вышел Райку, и градус красоты вдруг повысился. Подпрыгнул немыслимо, хотя уже тяжело после вируса. Это все из-за этого мистера, что брутальней Брюс Уиллиса. Эй, держите крепче баб, они на него сейчас накинутся! Ведь он так стелет каждая без сомнения, хотела бы оказаться в его постели! Ведь он ебать гений, мне даже стерено стоять рядом! Этот генец заядлый, в него сучки стреляют взглядом! Ведь он такой пиздатый, в одежки мяку кидает по 8 палок, он даже пьяный! Воу, это невероятно, и спасибо богу, что дал постоять мне с ним! Ну хоть немного! И даже похуй, что он не моет голову, и даже похуй, что он похож на гол ума, и даже похуй, что это вот... И даже похуй, если вы вдруг не поняли, что сказанное мной это все глум, ирония! И мне приходится первый раз читать про внешность оппонента, обычно мои тексты не об этом, но в данный момент это охуительный вектор, что поможет рассказать о том, какой он нелепый! Ведь тут дело не в твоем пузе и плохом вкусе, или в том, что ты на вид как бомж, что только пьет в усмерть, тут что-то глубже! Ведь всем давно известно, Потс, что твоя главная проблема это сперматоксикоз! А кто не знает, его фетиш это рыжий тян, ему снится, как они его так дико хотят! Ну блять, ты видел себя? Ты отвратительный тип! Да, они дико хотят, чтоб ты, блять, к ним не подходил! И более того, никто не хочет, чтобы ты к ним подходил, когда напротив идут твои знакомые, а они сворачиваются с пути! И у него в ВК, сука, фотки сотен рыжих баб, просто коллекция вкладышей! Но этим тёлкам было стрёмно знать, что ты их выкладываешь! Думал, в баттлах сейчас взорвешь, возьмешь проходку на секс, но ты тот рэп-пирог, что тянет лишь на рвотный рефлекс! И твой прошлый баттл, блять, нереальная мука! Самый клёвый панчлайн, когда ты поднял свою руку! Я смотрю на видос, такое, боже, водофак, мне показалось, под подмышкой там не агарский водопад! Бля, я представляю, как ты вонял! Пиздец, наверное! Хотя для тебя это норма! Не разница, как пахнешь, если ебёшься лишь спорно! И ты мечтал, чтобы тебе дала Гермиона, но однажды Райку случайно подрочил на Рона! Ничего, бывает нормально! Вообще, не, вообще, на самом деле, чего вы смеёте, блять? Райку мужик хоть куда! Его любимый вид секса, ну хоть куда! И как-то... И как-то Райку посчитал, сколько чип он отымел! Этот квест был интересный, но он сбился на нуле! Чё? Ты, милый, вай, купи там колечко, венца и тебе, ну кто-нибудь даст! Главное, крепче связать! И мне не понять, почему твоя мессия, эта рыжая баба, а тебя чё, отчим насиловал под рыжего апа? Весь по факту! Весь по факту! Вокруг столько прекрасных дам, разных плам, от несосавших члена тян до первоклассных мам! От бритых по три миллиметра, до вычурных дрядах, от чёрных как уголь, до белых как пепел! Но нет! У тебя есть некий стандарт, эталон, который, как я понял, сформирован давно! И ты ответишь мне, что вкусы у всех различные, ебла-бла! Но не лечи, тут очевидно, ты ограниченный еблан! Если у тебя появится тян, ну обычная, другого расклада не вижу, то ты не будешь её ебать, пока она не покрасится в рыжие! Так что, для меня, так что, для меня вся эта погоня за образом просто комплекс! Тебе что не подходит по возрасту? С твоим телом, сорокалетнего работника офиса и сознанием, озабоченного мелкого отпрыска! Так что, эй, дитя из кокизма, инфантильный детина, наш батл, это шипитону, точно не поединок! Какой тут батл рэпа, боже, с этой рожей увольте! Мы не в том кино, чтоб я боялся клоуна, напротив! И кто-то... И кто-то, кто-то, кто-то... И кто-то упрекнёт, и кто-то, может быть, упрекнёт... Нет, я эту хуйню не слышал. Кто-то, может быть, упрекнёт, что обсасываю столь тривиальные темы всего лишь внешности девы, Я мог бы навалить, как он, скопом, победные схемы, но зачем? Ведь я вижу недостатки и бью в них, моя задача сделать так, чтобы как батлер ты умер, Так что сейчас мне будет вкать тебя размазать по фактам, И мне не надо метафор, чтобы рассказывать... Рассказывать правду, так что... Стой и терпи, мудила, стой и терпи! Это лейтмотив твоих будней, вся жизнь проходит в тени! Ты одинокий кретин, что-то хотел бы признания! Ну что ж, лови моменты, наконец-то центр внимания, раунд! Первый раунд! Райку, погнали! Да я смотрю, в наш монастырь пришёл святой отец. Нам что, всем одетели? Отец Иризы? Если тут кто-то не в курсе, то этот пидарас свой первый раунд спиздил у Левизы. Ну, про рыжего апа, панчи, про рыжих теолог. А теперь, ну, про рыжего апа, про девушек, от у Левизы всё было, можете прочекать. А теперь по тексту. Привет. Вот ты знаешь, бывает, вот вроде все слова от души. Идёшь, и то слева, то справа по трассе, то следы шин, то старые ямы, покрытые ретушью, ветушью. Я не умею писать вступление, веришь ли, деточка? Но сегодня покажу литературный фокус, на который не способен иллюсионист, и мужинист. Разберут того, кто сам о себе говорил, что он перфекционист. Как там у тебя было, напомни? Вышел против перфекциониста? Готовься выпить калий, цианистый. Цианистый, да? Сказал? И аж на сердце стало жарко. Настоящая строка достойная гения. Нормальные батлеры используют в тексте крутые ударки. А такие, как ты, лишь хуёвые ударения. Ну, так бывает, когда ждал сильного оппонента. А припёрся этот внебрачный син Есенина и Макса Доши. Ну ладно, начнём наш монолог о человеке. Его настоящем, будущем и прошлом, блядь. К чему я? Ну тут братство круга, кольца и пара судей, как две мрачные башни, стоят. И пока вокруг ни Бэ, ни Мэ, а уже середина ноября. Они так ждут возвращения своего короля. Слава тебе, безотчётная боль. Нафиг такую работу париться? Сегодня ветром перемен нам принесло никого-то. Тайнаца, наследника престола, фаворита. По мнению дам и донов, но в твоём случае фаворит, это лишь марка гандонов. Ведь ты крутой на слове, но совсем не так на деле. Любая тут твоя оценка идёт с приставкой перья. Модный когда-то, ныне безвкусный, устаревшая фигня, как рэперфейс. Чурцелес, я тебе сделаю как-то грейс, но сначала трахну эту пидовку, зову тебя Долорес Гюйс, блядь. Еее! 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 Что такое Долорес Гюйс? Я не знаю тебя как человека. Казалось бы, ситуация патовая. Но тут не нужно быть хорошим человеком. Тут нужно быть хорошим батлером. Перевернуть красную книгу, если вырывая страницы. Ведь нам сказано, откуда к нам прилетела эта редкая птица. Но как батлер, ты не редкий, а заурядный еблан. Каждая твоя строчка, что не фейспалм, то баян. Ты думаешь, станет легко, раз круп претензий мы сузили? Нет, чайка по имени Сергей летает высоко, но по факту это ебаные иллюзии, блядь. И ты можешь сказать, мол, я выложил фотку с водкой. Ну типа нахуярился и забил на подготовку. Но не будь стал поспешен в своих суждениях. Да, эта фотография говорит обо мне и о моем к тебе отношении. Ведь потом у тебя было протащат за уши как кролика, батлы не обходятся без шляпы. Вот именно, блядь, хрен с ним, с человеком. Твой батловый образ это полная шляпа. Из нее как ни старайся, не вытащишь ничего. Не то, что бедного кролика. Вместо того, чтобы смотреть твои батлы, лучше реально спиться и стать алкоголиком. Для того, чтобы описать яркий образ, нужна целая палитра. Для того, чтобы описать твой образ, достаточно пол-литра. И как не сгущать, то она все будет достаточно серенькая. А раз нет разницы в выборе цвета краски, то сгодится и беленькая, блядь. А что ты? Молчишь, когда тебя восхваляют? Подготовился к коронации? Серега покажет, как надо делать. Влетает и панчит. Я от тебя щекнул, как папарацци, блядь. Убил оппонента. Уничтожил нахуй. Но в нормальных лигах за такое самого отправляют на плаху. Или ты уничтожил, что панч этот слишком хорош. Или что его не выкупят браза. И в честь такого ты в одном батле его использовал два раза. Каким еще нужны доказательства того, что ты ебаный бездарь? Ты не просто пишешь хуевый текст. Ты пишешь его методом копипейста. Это король лев? Нет, этот король левый. Твои батловые мотивы превращаются в припевы. А все нас любят припевы. Правильно. В батлах подбитые. Щелкнул, как папарацци. Да здравствуй, текстовики. Фу, блядь. То чувство, когда хотел записать Горгора, то получилось азбука рэйва. Действительно, нахер рвать на битах, когда тебя рвут на рэп-вэйве. Прочитай, а лучше пропой, какая мне сегодня пизда. Один ментор ошибался. Вгук, кто делает BPM без бита, блядь. И теперь любые слова из тебя выходят с болью. Кто не смог стать мятешником, не умоется свежей кровью. Где бы ты ни пытался, везде был нахуй послан. Добро пожаловать в свою среду обитания, на свой обитаемый остров. Где ты вроде тот еще жук, лучший массовик-затейник. И похер, что жук давно засох, а его жрут в муравейнике. В этом городе на реке тебя короновали, но я объясню, почему король голый. Тебя принес сюда ветер. Но этот ветер погасят волны, блядь. И ведь что такое батлы? Элемент агрессии, элемент спорта. А кто так дрочит на подачу? Перепутал круг с кортом, так что, цитируя классика, не знаю, как корректней посадить тебя на бутылку или на ракетку, блядь. Твоя актерская... Твоя актерская игра, пёс. Твоя актерская игра, пёс. Глазу осмотреть. Твоя актерская игра, пёс. Твоя актерская игра, пёс, не стоит сраного Оскара. Ты будешь ярко сиять, только если морду вымазать фосфором. Даже на нашем болоте не вывезешь ни харизмы, ни стилем. И подохнешь на дороге, как собака Баскервилли, блядь. Ведь ты неорганичен, ты ограниченный. Как тебя не ограняю, всё тот же МС тепличный. Этот никмян тебе подходит больше, достаточно знаково. Я предложил бы вариант получше. Но в Питере уже есть домашний, а в Саратове одинаковый. И ты ожидал... И ты ожидал меня позже, сквозь бури и грозы. Но твоего батл рэп-центра что-то неладно с прогнозом. Мы уже с тобою в паре, как с Дэмусом Фобос. Поздравляю, Танатас. Ты уже встретил Атробос. Раналд, блядь! На самом деле, Райку, эта личность большая. Я расскажу пару фактов сейчас для тех, кто не шарит. Я тут его унижал, но не сказал вам о том, что наш Артёмка интеллектуальный мастодонт. Типа начитанный поцеп, пишет стихи там и прозу. Такой возвышенный типок, интеллигент без вопросов. С такого нету и спроса. Ведь он обыденный умник. Весь максимально корректный, он не обидит и мухи. И плюс, прямо по канону наш Артёмка мастер спорта по игре, что как иконы и до боли всем знакома. Если кто-то не понял, то я что, где, когда. Он так гордится, что в команде он на первых местах. Ну так, чё, знаток, ответь-ка мне на пару вопросов, что не дают мне покоя. Это достаточно просто. Итак, назови мне человека, что за личиной милой прячет обыкновенного по жизни терпилу. Его поступки дают право делать вывод о том, что этот плюшевый медведь набит обычным говном. Когда по швам обр стричит, дерьмо сочится из щелей. Катализатором является какой-нибудь спортвейн. В общем, что-то, чем можно нахуяриться в хлам. Тут медвежонок засыпает. И просыпается Хаук. Оу, блядь, знакома, узнаешь? Нет? Давай. Когда я трезвый, я привык терпеть это всё. Теперь эти ёбаные суки мне ответят за всё. И начнём, пожалуй, с друга, зовут которого Владом. Он меня так заебал. Я его вызвал на батл. Теперь я выскажу всё. Так что левиза, молись. Жаль, что сделать это лично не хватило гигиц. Но сейчас я альфа-сумец, агрессивный, но хау. Пока обратно халк не превратился в лоха. И вот... И вот в этой ситуации, ну, крутого немного. Ты лишь публично показал всем только какой ты уёбок. Но это похер. Судить тебя сейчас явно не мне. Но от того, что было дальше, честно, я охуел. В общем, конфа на рэп-вейв. Чисто участники, орги. Все несут какой-то бред на хули. Рэп-диалоги. Но все общаются ровно. Ну, типа дружеский чат. Там часто Райку пишут шутки. Все почему-то молчат. Ну, знаете, везде есть чувак, который блещет, блядь, остроумием, чебурекая. Но ему об этом не говорят, чтобы не обижать человека. И вот Райку — это просто, блядь, классический пример. Но он спокойно себя вёл. И вот однажды озверел. Итак, дело было вечером после отборочной встречи. Все обсуждали батлы и подобные вещи. А никто не ждал подвоха. Все общались по кайфу. Ну, тут внезапно в диалог врывается Райку. Далее практически цитата. Итак. Давайте по фактам, ебучие малолетки. Потом царян закапс извинился умельком. Реально такое было. Ну, теперь уж точно. После моего и вашего батла я всей вашей командой посылаю вас нахуй. Нахуй. В залупу. Блядь, спасибо, что уточнил. После чего... Ну, серьёзно, он прям так и написал. После чего... После чего всех пиздюков он оскорблял без причин. А затем затёр за жизнь. И все поняли, что он просто в щепке. А в целом это нормальная хуйня. Сначала ты терпишь пантэшколоты, а потом их щемишь. Воу, блядь. Чувак, да ты опасный мужчина. Эй, пиздюки, остерегайтесь на рэпвейв дедовщина. Он... Блядь, он... Он... Он щемит пиздюков. На минутку. Воу, народ. У нас в Саратове имеется свой бомж компот. Я не понял. А с хуя ли ты возомнил себя дедом? По возрасту, наверное, но что в рэпе ты сделал? По уровню заслугам ты не больше, чем челли. Думал, провёл пару беттлов, надел корону на череп, да неужели? Да и что за батлы-то были там? Друг, что грязи не хотел, и школьник, что тебя выебал? Думал, достаточно орать, писать стандартные схемы, Ну, как по мне, важно зал, чтобы словам твоим верил. И вот тебе я не верю, точнее верю, но в то, что как МЦ ты нелеп, Как человек ты говно, что только терпит твой психотип, Мудила страдающий, который копит злость, А после срёт на всех окружающих. Так что, какие батлы ты по факту лох? Бездарное дно тебя сожрут, переварят и отправят за борт. И с этим дёрганым флоу весь твой хип-хоп, бодибэк, Нахуй тебя как человека, Нахуй твой батл-рэп! Сука. Второй раунд треку! И вот таких тупых предъяв он накидал мне пачку. Ну, что могу сказать, долбоёб, спасибо за жвачку. А теперь по тексту. Ну, представим. Допустим, я даже знаю тебя как человека. Прихожу к тебе такой, мол, Серёга, здорово, привет! Как у тебя дела? Где можно курить? Сойдёт подоконник, достаточно здорово. Здорово. Ну что, как дела? Блядь, Серёга, убери от окна Керкорова, блядь, нахуй! Картина разрушается! Мы снова с тобой в этой паре. Нет ни Сергея Гольдштейна, Ни его аватары. Есть только милый мальчик Серёжа, Который встал не с той ноги. Есть только милый мальчик Серёжа, Который кричит, нахуй, ярлыки. Есть только милый мальчик Серёжа, Который пытался, а потому не слово, а слове. Есть только милый мальчик Серёжа, Который зазнался и в дугу загибает брови. Червяк готов разлить напалм, Но это не игра на планшете. Всё, что когда-то подавал, К тебе вернётся рикошетом. Любую сложную хуйню вынесет острота. Не стоит добавлять перец чили в смузи. Любую сложную хуйню вынесет острота. Как ебаный Гордиев узел, блядь! Ведь ты читал про этот узел? Ах, какой ты молодец! Ты знал начало легенды, но забыл её конец. Объезжаешься на ярлык парня со слова, Бухло из заявки видно ударило по шарам. Не я создал этот ярлык, Его создал... Блядь, можете не пиздеть? Его создал ты сам. И все твои попытки переобуться, Это попытки найти забытую в школе сменку. Ты селфмейд, лишь только в том, Что сам заполнил на себе ценник. Так что не надо мне говорить, О чём мне тут можно читать, Я не таких, как ты видывал. Читать, если оригинально, Можно о чём угодно. Вот, например, О пидорах. Как же я люблю этих псевдоинтеллектуалов. То у них доёбки до внешности, То они колют своим оппонентам Чушь, свои прививки от бешенства, То они кострыжку, То делают отсылки к мифологии разово. И похер, что их гордие его узлы К оппоненту не привязаны. Но, подождите, Вроде как псевдоинтеллектуал Не синоним слова, пидор. Зачем оппоненту читать об этом? Да нет, просто Серёга Два года читает на батле Про обсуждение французских поэтов, блядь. В Питере у него Верлен, Рэмбо. В Саратове ситуация та же, Но решил не заморачиваться с семенами. Я повторю, ты два года читаешь Про обсуждение французских поэтов На батле, блядь, с мужиками. Это когда вот хочешь показаться умным, И гнёшь эту линию с упрямством осла. Хочешь на батле венок сонетов, Не удивляйся, что эти цветы зла, блядь. Вот теперь представим ситуацию. Приходит ко мне такой, Серёга, и начинает. Ребёнок с видом к герцогине. Голубка сокола страшней. Меня не любишь ты, но ныне я буду у твоих дверей. И такой, ну как тебе ранее готье? А я такой бочком, бочком, бочком от него. Оу-оу-оу-оу. А он не унимается. Он не унимается. Лицом к лицу постой ещё со мною. Мост наших рук склонился над рекою. От глаз людских незнающих покоя. И такой вкратчиво. Артём, а ты знаешь, кто такой Гием Аполлинер? Это, блядь, не знаю, Тайнац, честно. Я просто слышал так в балаковок отряд девок. В общем, чтобы от этой ситуации себя обезопасить, я решил записать видеообращение. Камеру можно? Пожалуйста. Уважаемая девушка-тайнаца. Я не знаю, здесь ли вы навсегда есть камера. Я не знаю, сколько продолжается вашей пары по жизни полёт. Любит он вас или просто ебёт. Но раз уж вы его приручили, то извольте нести ответственность. Я вот вроде ебу его орально, но опасаюсь за свою анальную девственность. Если хотите его сохранить, лучше сразу берите стартнисткий. Ведь походу мои мозги возбуждают его больше, чем ваши сиськи. Не дайте ему задеть меня. Не дайте сорвать с меня майку. Желаю успеха. Искренне ваш. С уважением, Райку, блядь. И вот, когда я проблему обозначил, у меня есть вопрос. Пидор, где панчи? Где, блядь, сука, панчи? Где хоть какая-то попытка развития над собой? Батл-рэп обрёл лицо и вышел к людям, а твой так и остался за четвёртой стеной. Какой смысл в кулёвых туфлях, если их стаптывать о брусчатку? Все твои попытки измениться, это попытки сменить площадку. По собственной воле пошёл в турнирку на Рэбл. Даже если тебя походу неплохо поимело, братик. За твой мощный поток хайпа что-то никто не донатит. Отбор. Тайнац против Даппельгангера. Как сказал бы Браги, прикольненькая. Хотя назвать этот батл надо было «Огородник против злого школьника». Разумеется, проблемы начались уже с этого тура. В зале кто-то блеванул, пока ты бился за культуру. Какой же ты нелепый. Что с тобой не так, твою мать? Что, решил запачить про тошноту стартера, а чувак в зале решил поддержать, блядь? Разумеется. Ну, по итогу не взяли ни тебя, ни Доппеля. Зато взяли Дизвилс и Керамбита. То есть ты не прошёл даже туда, куда проходят инвалиды. А если так сливаться, то был баттлить вообще резон? Кстати, инвалид не становится инвалидом меньше от того, что берёт сезон, блядь. Но финал РБЛ мне понравился, правда? Где бы я ещё увидел иллюстрацию фразы обезьяны с гранатой, блядь? А у тебя нихуя не вышло. Ты два года носился со своими поэтами, со своим Питером. С единственной надеждой стать тут лидером? Нет, так думать это полный отстой. Ты используешь темы из прошлого, ведь твоя баттловая половина осталась в одной восьмой. Кошмар твоего эго продолжается. Это не страшный сон, а сон, в котором гуляет Фредди. Так что Райку для тебя слишком сложно. Ты можешь звать меня Эдди. Питер, салют! Салют! Лакос, привет! Гнойный, здорово, братан! Как дела? Как новый хайп-трейн? Гноюсь. Как и было. Эрнесто, здорово! Уважение. Дэн, здорово! Ребята, заткнись. Ребята, ребята, я вспомнил. Я вспомнил свое окончание второго раунда. Я его сейчас вам зачитаю, просто как-то неудобно. Я там закончил, оборвал половину раунда. Так вот, ты так просишь рассказать о тебе новое. Пойти дальше странички ВК. Не использовать банальности, избежать формальностей. Удивить тебя, мудака. Развернуть сравнение, отбросить сомнения. А сформировать гибрид лжи и правды. Вышить твой концентрат. Но для этого подойдет и старатов. Ты читаешь о себе, а не об оппоненте в своих выступлениях публичных. Ты не бравируешь разбором, а просто хочешь, чтобы тебя признали как личность. Но сколько ни неси в светилище соль. Серый останется серым, как и все его строчки. Передо мной стоит не безымянный бог, а выпотрошенная оболочка. Так что сейчас я буду с тобой предельно честен. Мой главный панч против тебя выглядит так. Ты мне нахуй не интересен. Не твоя позиция, не твои взгляды, не твои батловые скизы. Не то, кто счел тебя фаворитом. И как ты будешь вывозить. Против меня три моих оппонента сделали три своих топовых батла. Против тебя забывали текст и писали комплиментарку. Как там у нас сныл, Пауль? Ты мог писать иконой. Я бы пожимал тебе руку. У тебя яйца дракона, правда? Такой батловый текст. Только почему-то вместо двух всего один раунд. Такое чувство, что я смотрю не батл. А твою встречу с твоим единственным фанатом, блять. Так что все твои попытки рассказать про твой трудный, трудный путь, я ебал Сережа в рот. Очень просто штурмовать крепость, у которой нет ворот, блять. Охуенно. Когда меня тут назвали фаворитом, я подумал, блять, как это нахуй возможно? Когда тебя тут назвали фаворитом, ты это принял как должное. Когда меня тут назвали фаворитом, я много трудился и немало строчек придал огню. Когда тебя тут назвали фаворитом, ты так и продолжил писать хуйню, блять. А теперь небольшой флэшбэк. В тех старых ямах изначало твои нелепые понты. Подобные тебе корифеи тут станут одними из толпы. И я надеюсь, ты наконец-то понял, куда именно ты попал. Ты хотел финала, Тайнац? Это и был твой финал. Пошу умеете, если хотите. Шума! А вот Лика мне говорила, некоторые 5-7 говорил, некоторые судьи говорили тоже. Мол, ты что не делай, но не вынесешь Сережу. Вот говорили, говорили, а мне на это насрать. Просто мусор вывозит мусоровоз. Моя задача упаковать. Баттл! Первым выскажется победитель первого сезона Don't Flow вайффактур! Привет. Пока. Ты все поворачивался, поворачивался. Так и не легко у меня прости, брата. И сегодня. За десятку сегодня. Ну так вот. Ну понятно, что ты выиграл. Типа, ну, суть в том, что... Ну я бы тебя, конечно, трахнул. Вот, мне на самом деле, типа, у тебя было немножечко круче. У вас было особо... У обоих было достаточно интересное противостояние. Потому что ты мне понравился своей подачей. И ты реально много сказал, но это... Вернее, ты много громко сказал. Вот так. А, скажем, внутри этого, ну, очень было мало. Как и наш баттл в комментах на рифмах и пантех. То еще хуй не устраивали. Ну, а ты выиграл. Поздравляю. Спасибо. Вот так оба молодцы. Второй выскажется хозяин кальяны став Саня! Собственно, что хочу сказать. На первом раунде ты выиграл за неверой. Была интересная подача. Я думал, что ты выиграешь. Но второй раунд забрал Райку. Поэтому без обид. Мой гол с Райку. Человек, который взял первый сезон баттловой лиги Саратова. Участник слова Back to Beat. Трэйс МС. Ну, что хочу сказать, чуваки. У вас в обоих охуенная подача. Вы охуенно подаете текст. Но проблема в том, что он тебя разбирал. Больше было какой-то разборки. Он сделал какую-то историю про тебя. Разложил. То есть, как бы ты разложил тебя по деталям. В итоге, он по всем параметрам сделал сильнее тебя. Ты сделал хороший баттл рэп. Но у тебя были плохие рифмы, плохие панчи. И по факту, он сделал лучше тебя. То есть, он на самом деле доказал то, что... Не важно, что ты фаворит. То, что на него никто не ставил. Он по факту тебя разъебал. Но в этом баттле 100%. Поэтому голос ему. Не думал, что придется это сказать. Но я считаю, что победил. Райку 3-0! Это был Рэп Фэйф Лига Дон Флоп! Рэп Фэйф Лига Дон Флоп! Рэп Фэйф Лига Дон Флоп!